Всем привет! В этом уроке мы разберемся, что такое маски и шейпы и как они работают в After Effects. Давайте начнем. Что такое маски и шейпы? Где они, откуда они берутся? В первую очередь берутся они вот из этого одного символа. И почему одного? Потому что, как я уже говорил, в After Effects многие инструменты выполняют разные функции в зависимости от контекста, в котором они действуют. И если мы говорим про маски, то при выделенном слое у нас работают маски. Если у нас не выделено ничего, у нас создаются шейпы. Но начнем с масок. Будем двигаться в порядку. Смотрите, я взял этот инструмент, выделил слой и начинаю рисовать какую-то фигуру. У меня получается маска, которая ограничивает видимость этого слоя. Маска появляется на самом слое. Вот видите, у нас здесь трансформ, аудио и маскс. Здесь находится маска. Какие у нее есть настройки? Первое. Маск Пав. Шейп. Этот инструмент, скажем так, здесь мы регулируем размеры ограничивающей коробки. У нас здесь и так квадратная. Но поэтому даже если мы что-то здесь уменьшаем, то у нас все равно остается квадрат просто другой формы. Дальше. Размытие. Видите, это размытие граней. Причем его можно сделать по отдельности. Размытие по горизонтали и размытие по вертикали. Это надо снять вот этот вот замочек. Дальше. Маска Пасти. Это прозрачно-непрозрачность содержимого маски и экспансион распространение маски за пределы или, наоборот, сжатие внутри. То есть границы маски и зоны ее действия могут не совпадать. Также мы можем инвертировать маску, то есть показывать не то, что выделено, а все окружающее. И можем комбинировать несколько видов масок. Давайте для сравнения я сделаю здесь полигональную маску. И смотрите, какая с ней история. Вот я ее начинаю рисовать. Пока я не отпускаю мышь. Она у меня вот она рисуется. Я могу изменять количество граней, нажимая вниз и вверх. Когда вот я отпускаю, все, она уже зафиксировалась. Я теперь от стандартной стрелочки могу ее двигать. И сейчас они работают в режиме Add. Они складываются, две маски. Но для сравнения я нарисую еще одну маску. И вот она делается таким pen-тулом. Это свободная маска. Когда мы рисуем несколько фигур, можем зажать мышку и потянуть. Тогда у нас границы становятся такие без Е. И в конце замкнули маску. Вот у нас получилась свободная маска. Опс, я схватился за границу. Мы также тоже можем двигать. Маски могут работать следующими способами. Первый это вот как сложение. То есть видите, они складываются друг с другом на одном слое. Также они могут вычитаться. Видите, эта маска вычитается из остальных. И работать как интерсект. Как пересечение. То есть здесь мы видим только пересечение этих двух масок. Ну и маски могут анимироваться. Допустим, если мы возьмем вот эту маску. Какая у нас? Вот эта. Можем анимировать ее движение путем анимации вот этой маски Puffer. Я могу поставить здесь. Первый появился ключ. Сместиться по времени. Сместить маску. И вот у меня уже маска движется по слою. И вообще все параметры, у которых есть секундомер, они анимируемые. Вот так работают маски. Давайте теперь я сейчас все удалю. И посмотрим, как работают шейпы. С шейпами история следующая. Когда ни один слой не выделен, но мы используем вот этот какой-нибудь из этих инструментов. Давайте опять же полигональную маску. У нас создаются шейпы. Вот, можем увидеть, что здесь у нас появился шейп-леер, в котором появился объект Polystar. Здесь у нас снова в шейп-леере я попробую создать круг. У меня он создастся на том же самом лейере. Если ни один не выделен, то он создаст новый лейер. И на нем поместит этот шейп. Но давай ограничимся пока Polystar. С шейпами история гораздо интереснее, потому что шейпы могут двигаться, то есть, точнее, могут изменяться. У них есть настройки. И в данном случае, видите, здесь Contents. В нем Polystar. И дальше уже можем, допустим, изменять Polystar Path. Что это такое? Вот у нас сейчас тип полигон. Взяли? Тип звезда. А у звезды есть параметр внутреннего радиуса и внешнего радиуса. У каждой фигуры есть заливка. Мы можем ее при создании назначить здесь, но и, в принципе, она остается вот здесь. Вот Fill. Fill и Stroke. То есть, два параметра. Fill. Если мы щелкаем сюда, у нас выскакивает меню Fill Options, где мы можем выбрать настройки заливки. То есть, сейчас заливка сплошная, градиентная, радиальная. Если я выберу сплошную, нажму ОК, вот здесь могу выбрать цвет. То же самое, если я выберу тоже еще один хинт. Если я кликну не на Fill, где я могу выбирать заливку, а буду щелкать с нажатым Альтом прямо вот на этот квадратик, то у меня будут здесь варианты различной заливки гоняться по кругу. Допустим, я могу назначить градиент и выбрать здесь цвета градиента. Зеленый и желтый. Дальше, кроме заливки, у меня есть такая штука, как обводка. Сейчас я отключу заливку, и мы создаемся на обводке. То есть, здесь тоже можно задавать цвет. Можно... Ой, вернемся на этот. Можно различные виды заливки, обводки делать. Разные цвета. Так, давайте все-таки тоже белые пока ставим, потому что на нем виднее. И самое главное с этими шейпами находится вот здесь. Contents, смотрите, вот сюда вот. Такой маленький прячется Add. То есть, Add здесь все, что можно анимировать с этим шейпом. Что-то сделать. То есть, кроме того, что мы можем анимировать любой из этих параметров, вот мы, кстати, здесь можем менять количество вершин, чего мы не могли менять у маски постфактум. Или можем добавить новых параметров, манипуляторов, которые могут как-то нам позволить работать с этой фигурой. Например, Wiggle Path. Видите, у нас начинается она такая немножко как вибрировать, немножко поигрывать. То есть, можно сделать ее такой колючей прям. Вот. Можно сделать, очень красивая штука, Trimpo. Казалось бы, что ничего не происходит. А вот сам интерес находится здесь, потому что мы можем анимировать начало. То есть, это конец и начало этой фигуры. И если мы это сделаем, допустим, я сейчас поставлю здесь 0, 0, и в конце ставлю 100, 100, то у нас ничего не видно, потому что они идут вместе. А если мы чуть-чуть их раздвинем, у нас получается вот такая вот линия, которая проходит по какой-то траектории. И поскольку мы можем создавать не только постоянные фигуры типа звезд, мы же можем свободную фигуру рисовать. Допустим, давайте возьмем вот этого дяденьку и создадим ему какой-нибудь такой шейп. и создадим его свободный шейп. То есть, я не выделяю слой, я нажимаю вот этот вот, и начинаю делать вот так вот. Да? Вроде бы ничего такого не происходит, но вот обрисовали мы его, и что дальше? А мы возьмем сейчас вот этот анимированный TrimPath, чтобы его заново не пирать, мы просто копируем его сюда. Просто сюда вставим. Вот он здесь появился. И что происходит? Вполне себе выглядит забавно. И последняя вещь, которую я хотел показать, касающаяся масок и всего такого прочего, это маски, допустим, вот если я сейчас взял эту звезду, я сейчас включу ей заливку. Так, она у нас вместе с шейпом движется, да? Поэтому я уберу здесь TrimPath, он не нужен. Я хочу полное, чтобы звезда была. И есть такая штука, что мы можем форму этой звезды использовать как маску прозраще для ниже стоящего слоя. Для этого есть у нас такая штука, как TrackMath. Она включается и выключается вот этой вот штучкой. Скорее всего, если у вас ее нет, выглядит вот так вот эта часть. Значит, надо кликнуть сюда, и она появится. Вообще здесь можно вывести все параметры, которые есть. Вот такие вот. Но это очень много лишнего, и у нас очень маленький таймлайн получается. Поэтому чаще выключают ненужное, а эти два просто переключаются вот этим вот переключателем. Так вот, значит, я хочу, чтобы вот эта звезда стала маской прозрачности для вот этого видео. Поэтому я выбираю это видео. Вот здесь выбираю TrackMath и выбираю AlphaMath Shape Player 1. Можно даже выбрать AlphaMath Inverted. Тогда надо будет наоборот. Я выберу просто AlphaMath, звезда. И теперь я, допустим, могу эту звезду... Если вы заметили, у нас глазик выключился, а у этого глазик стал немножко другой. Вот смотрите, как было. У них два одинаковых глазика. А как только этот принял маску с верхнего слоя, верхний стал непрозрачным, а нижний глазик изменился. Но давайте еще добавим Rotation. Rotation. Один оборот. Вот, теперь эта звезда будет вертеться, и картинка внутри будет двигаться. Допустим, сейчас я не побольше только сделаю, чтобы покрасивше было. Вот. И вот у нас сверху движется маска, которая отражает себя на ниже стоящий слой. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...